Заканчивается экскурсионная часть нашего транзитного автопробега Львов-Киев. Напомню, мы уже побывали в Свирском и Золочевском замках, сюжеты о которых вы уже сможете найти на нашем канале YouTube. А в сегодняшней нашей экскурсионной программе остался только Подгорецкий замк, куда мы сейчас и направляемся. Планируя этот экскурсионный день, последний транзитный ночлег, мы сделали в Альбове. От Львова взяли курс на Свирш чуть больше 40 километров, потом на Золочев еще 50 километров и сейчас уже подъезжаем в Подгорцык, до которых от Золочев всего 17 километров. 17 километров довольно приличной дорогой по Львовской области не заставили особых проблем и мы уже по старинной каменной брусчатке подъезжаем к Подгорецкому замку. У Подгорецкого замка разместился импровизированный сувенирный базарчик, значит на сувениры есть спрос, а значит и есть туристы, которые его посещают. Паркуемся и идем знакомиться с Подгорецким замком. К замку ведет широкая аллея, с обоих сторон которых раскинулся старый парк, заслуживающий не меньшего внимания, чем сам замок. Подгорецкий замок, в том виде в котором он сохранился до наших дней, строился всего 5 лет, с 1635 по 1640 год, на месте старой крепости, первое воспоминание которой датировано в 1530 году. Руководство строительством замка осуществлялось двумя архитекторами. Крепостными стенами и бастионами занимался французский архитектор, специалист по оборонительным сооружениям. А здание дворца проектировал и строил итальяне. Первоначально здание дворца было двухэтажным, впоследствии был достроен третий этаж, но основные архитектурные решения были сохранены. В лучшие свои годы замок поражал роскошью своих интерьеров и даже мог посоперничать с Ферсалем. Поэтому, не случайно, здесь снимались все парижские сцены знаменитого советского фильма, снятого на Одесской киностудии «Д'Артаньян и три мушкетера». Но, к сожалению, у замка непростая судьба. Он очень часто переходил из рук в руки, от одного хозяина к другому. Одни серьезно занимались замком, добавляя ему пышности и роскоши. Другие наборы бросали его на произвол, в результате чего он приходил в упадок и запустели. Несколько раз замок разрушался. Сначала войсками Багдана Хмельницкого, затем турками и во время Второй мировой войны. В 1940 году Подгоревский замок был передан Львовскому историческому музею. В 1945 году замок был разград. А в 1949, после частичного восстановления, в замке разместился туберкулезный диспансер. В 1956 году в замке был большой пожар, который уничтожил значительную часть внутренних интерьеров. А после восстановительных работ замки продолжал функционировать санаторий для больных туберкулезом. И только в 1997 году Подгоревский замок передается на баланс Львовской галерее изобразительных искусств. С этого момента до сегодняшних дней немногое изменилось снаружи и внутри замка. Но восстановлена кровь. Сохранением архитектурных элементов, присущих его историческому облику. Это вселяет надежду на то, что замок будет все-таки реставрирован и восстановлен полностью. И со временем предстанет перед гражданами нашей страны и гостями Украины в полном своем великолепии. По некоторым сведениям в фондах Львовской галереи искусств сохранилось до 85% экспонатов внутреннего содержания замка, которое планируется туда вернуть. А это картины, коллекция оружия, мебель, посуда, гобелены. А самое главное информация о подлинном великолепии внутренних интерьеров замка, используя которого есть возможность их восстановить полностью. автотур Первый туристический оператор, который профессионально занимается организацией индивидуальных путешествий на собственном автомобиле. Мы профессионалы, поэтому все наши клиенты получают полный объем информации, благодаря которым их путешествия становятся максимально комфортными и содержательными. Мы оказываем полный комплекс услуг. От просчета маршрута и бронирования отелей, приспособленных для приема автотуристов, до страхования, экипажа и автомобиля. Мы работаем со всеми автотуристами из любого уголка нашей страны, так как основная наша задача это популяризация автомобильного туризма в Украине. Перед замком находится древний костел, также нуждающийся в реставрации. Это костел воздвиженный и святого Иосифа. Построен еще в 1766 году и расписан известными в то время художниками, как итальянскими, так и львовскими. наше экскурсионная часть транзитного пробега подходит к концу. Впереди еще 450 километров до Киева, из которых буквально 4 километра дорожками так себе, а остальные по автостраде Е40, о которой я также как-нибудь вам расскажу. Если после выезда на Е40 вернуться в обратном направлении, в сторону Львова всего 10 километров, можно еще заехать и в замок Олески. Могущественный, неприступный замок, с богатой историей и в хорошем состоянии. замок открыт для посещения и имеет довольно содержательную внутреннюю экспозицию, но мы там уже бывали раньше, и четвертый объект для осмотра в наш транзитный график никак не вписывался по времени. Олески замок можно смотреть во время любого транзита по Е40, его даже видно с автостраду. А пока последние капли дегтя и буквально через несколько километров мы уже выйдем на автостраду Е40. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео и путешествуйте с удовольствием.